В эфире программа День Города в студии Наталья Новик вам. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Мы едем, едем, едем. Хорошая дорога или пробки во время ремонта. На Первомайском проспекте начались дорожные работы. Здравствуй, юность в сапогах. Призыв или контракт? Что выбирают рязанцы? Болеем за наших. Юные рязанки попали в национальный отбор детского Евровидения 2017. Дорожные работы Работы не раз застегали рязанцев расплох. В памяти сразу всплывают ситуации, когда городской трафик оказывается полностью парализованным. Водителям же приходилось искать самые защищенные пути объезда и пользоваться ими не один день. В этом году ситуация будет иной. Участок дороги, который предстоит отремонтировать, тянется от перекрестка улиц Чкалова и Первомайского проспекта до улицы Соборной. На этом полотне 136 колодцев и ремонтные работы начнутся именно с них. Первые две недели пройдет опускание колодцев. После этого рабочие удалят старый дефектный слой дорожного покрытия. Эта процедура называется фрезерование. Ситуация с дорожной разметкой в нашем городе также не радует глаз. Местами она сильно стерлась. В начале июня на весь участок дороги нанесут терморазметку. Такой способ отвечает современным реалиям и отличается повышенной устойчивостью к стиранию. А жителей домов на улице Пожалуйстано ждет сюрприз. На улице Пожалуйстано также будет установлен, как мы считаем, инновационный пешеходный переход. То есть пешеходный переход со светящейся дорожкой, которая повысит безопасность дорожного движения. Это будет точно такая же светящаяся полоса, как и на перекрестке улиц Чержинского и Первомайского проспекта. Кажется, что такой масштабный ремонт сильно повлияет на городской трафик. Но, по словам начальника благоустройства города, это совсем не так. Ремонтные работы будут проводиться преимущественно в ночное время. Мы продумали график работы таким образом, чтобы минимизировать влияние на трафик в центре города. И полагаем, что те меры, которые мы будем предпринимать, и тот порядок организации работ подрядчика приведет к тому, что неудобства будут минимальны. Ремонтные работы также повлияют и на расписание транспорта. На маршрут автобусы будут выезжать позже, а возвращаться раньше. Масштабный ремонт закончат 15 июля. На прошлой неделе отгремели последние звонки. И вчерашние школьники вошли в новую, теперь уже взрослую жизнь. А сегодня стартовала сдача единого государственного экзамена. Выпускники проверили свои знания в информатике и географии. Важные даты, сложные формулы и коварные задачи. Традиционно в наш регион приходят одни из самых сложных вариантов ЕГЭ. Придемонстрировать свои знания школьники смогли уже сегодня. 29 мая стартовал основной этап. Его открыли экзамены по географии и информатике. Оба предмета являются необязательными. Основной же поток сдающих вновь вернется за парты 31 мая. В этот день школьники сдадут базовый экзамен по математике. То есть те, кому предмет нужен не для поступления в ВУЗ, а для получения аттестата. Второй обязательный предмет «Русский язык» напишут 9 июня. Всего на выбор учащихся представлено 10 предметов. Самым популярным стало общество знания. Его выбрали более 50% российских школьников. Также в топ входят физика, история и биология. Их выбрали более 20% учеников. Именно эти предметы чаще всего встречаются в перечне вступительных испытаний в ВУЗы, в том числе и в Рязанские. Меньше всего участников ЕГЭ по информатике, немецкому, французскому и испанскому языкам. Количество пунктов проведения ЕГЭ в Рязанской области не изменится по сравнению с прошлым годом. Их по-прежнему останется 29. При этом будут организованы два пункта на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все пункты приема ЕГЭ оснащены устройствами подавления сотовой связи, рамками медалодетектора и онлайн-видеонаблюдением. Закончится испытание 1 июля. Это резервный день, в который можно сдать экзамен по любому предмету. Военная служба по контракту становится достойной альтернативой классической службе по призыву. Привилегий больше, престиж выше. Правда, а служить придется не один, а два или три года. О том, какой вид службы выбирают современные призывники и на что обращают внимание, в репортаже Галины Ершовой. ПЕСНЯ Красивая форма и статная фигура всегда вызывали восхищение девушек и зависть мужчин. Год от года профессия военного не теряет своей актуальности и престижа. О нюансах службы выпускникам колледжа и техникумов рассказали на социально-патриотическом форуме «Военная служба по контракту. Твой выбор». Более 400 молодых людей смогли задать свои вопросы и познакомиться с нюансами различных видов войск. Наша техника намного дешевле и лучше западных аналогов. Но ей управляют солдаты и сержанты. Поэтому солдаты и сержанты должны быть хорошо образованы и хорошо подготовлены. С 1 мая 2017 года в силу вступили изменения законодательства, согласно которым теперь молодые люди, имеющие общее среднее образование, могут вместо одного года службы по призыву пройти ее по контракту в течение двух лет. При этом молодые люди предпочитают служить как в родной Рязани, так и в далеких регионах. Однако вопрос служить или не служить для многих из них не стоит. У меня все знакомые, друзья прошли службу. И они не жалеют, они говорят, что это надо в жизни. У меня тоже родственники все, друзья, знакомые отслужили, все говорят. И самому хочется уже быстрее окончить учебу и в армию. А на кого учатся? В программе и в сонной системе. Жесткий режим дня и большие физические нагрузки не пугают ребят. В прошлом году служить по контракту решили 840 рязанцев. А в этом году уже более 250 человек. Перед распределением военнообязанным нужно пройти несколько тестов. Самое важное – это медицинское обследование и уровень физической подготовки. Во многом от этих критериев зависит, в какую часть попадет будущий солдат. Поэтому готовиться к сдаче нормативов начинают заранее. Подтягивания, отжимания, кроссовый бег, километраж. Проходим подготовку, даже в колледже нас готовят к этому. Не менее важны профессиональные навыки и моральная устойчивость. В современной армии построить карьеру можно в совершенно разных сферах. Начиная от парикмахера и повара и заканчивая радистом или программистом. Помимо сложной техники и передовых разработок в области оружия, военам приходится иметь дело и с техническими новинками. Например, электронными личными делами. В прошлом призыве мы начали выдавать пластиковые электронные карты, или персональные электронные карты, это правильно называется. Много информации на ней записывается, оформляется все и в часть передается вместе с призывниками. Потом они к нам возвращаются с этими электронными картами, где информация пополняется, как они там служат, службу проходят. Поэтому квалифицированные кадры, знающие язык какого-либо ремесла, так востребованы в современной армии. А повысить свое мастерство контрактники могут в военных вузах параллельно со службой. С какими только трудностями не сталкиваются жители нашего города в своих собственных дворах. Свалки мусора, разрушенные некогда жилые дома по соседству, отсутствие детских площадок. В одном из районов рощи во дворе, казалось бы, все идеально, на зависть окружающим. И тем не менее местные жители бьют тревогу. Казалось бы, все здесь идеально. И жителям окрестных домов можно только позавидовать. В распоряжении местной детворы многофункциональная площадка. С настоящей волейбольной сеткой есть баскетбольные кольца и даже уличные тренажеры. Словом, глаз радуется. Правда, как оказалось только в том случае, если смотреть на все это великолепие издалека. У местных же жителей сердце буквально обливается кровью, так как день за днем им приходится наблюдать за тем, как вся эта роскошь постепенно приходит в упадок. Просто потому, что, видимо, никому не нужно сохранять это спортивное чудо. Дети были все организованы. Сейчас вот открывается, все тут кидается, бросается. Но она бесхозная. А бесхозная? Бесхозная, значит, это просто все рухнет. И все. По словам местных жителей, теперь уже целых 7 лет назад и здесь хотели построить еще один жилой дом. И уже даже выкопали яму. Но упорные граждане встали стеной и отстояли себе благо, став счастливыми обладателями и пользователями спортивных сооружений. Занимались здесь волейболом и баскетболом, играли в футбол, теннис и шахматы. Причем тренировались во дворе на улице Стройкова не только ребята из соседних дворов, но и практически со всех районов города. С весенней, с Михайловки, с дошков песочных, с дошков военных, весь южный здесь. 19-я школа, четверг, вторник играет здесь волейбол, клуб единства. Тут отовсюду, ребята, абсолютно. Потому что это единственная площадка вот такая. Жизнь кипела, а два тренера не только не позволяли ребятам быть предоставленными самим себе, но и отвечали как за инвентарь, так и за сохранность самой площадки. Теперь тренеров нет. Но, увы, то ли никак не находятся, то ли не ищутся. А местные жители обивают пороги всевозможных инстанций. Тем временем пока открывают площадку местная жительница по своей собственной инициативе. Когда женщина уходит на работу, на ворота вешается замок. Стоить оставить ворота открытыми, тут же появляются груды мусора. А вместе детей с мячами и шахматами, спортивную площадку все чаще посещают подростки. Со всем другими взрослыми игрушками. Недавно ночью и вовсе украли теннисный стол. А дети ждут, когда появится тренер и перестанет рушиться, казалось бы, ценный спортивный объект. Хочется, чтобы тут хотя бы как-то почистили, чуть-чуть убрали местами. Я сюда прихожу, но она бывает закрыта. Мне бы хотелось, чтобы она была открыта, потому что здесь можно и в теннис поиграть, и мячик, и с мячиком, и побегать. Сейчас у нас тренера нет, так что нам вообще нужен тренер, чтобы открывался она почаще, играть в мячи, чтобы были хотя бы. Будут ли услышаны жители, покажет время. Впрочем, а по предоставленной администрации информации власти в курсе проблемы. И сейчас решается вопрос, в чьи обязанности войдет работа по благоустройству этой площадки. Вердикт обещают вынести в ближайшее время. В минувшую пятницу в России отмечался День предпринимателя. А сегодня в Рязанском театре «Кукол» открылась выставка, посвященная этому дню. Побывала на месте событий Ирина Ковалева. Более 300 предпринимателей из Рязани области собрались сегодня в Рязанском театре «Кукол», как говорится, на людей посмотреть и себя показать. Судя по количеству заявленных участников, на данный момент частный бизнес в регионе развивается достаточно хорошими темпами. И подобные выставки позволяют понять, что развитие идет во всех отраслях, начиная от производства собственной сувенирной продукции и заканчивая нанотехнологиями. Среди участников выставки Максим Шадрин – молодой предприниматель, деятельностью которого заинтересовался даже журнал «Форбс». Причина подобного успеха в уникальных разработках, которыми Максим занялся еще в аспирантуре. Именно там он начал писать диссертацию, посвященную лазерному 3D-сканированию в промышленности. Результатом его экспериментов стал алгоритм, значительно повышающий точность 3D-сканеров, даже в сравнении с зарубежными аналогами. Мне захотелось не просто это взял, сделал, ага, работает, поставил на полочку и давай чем-нибудь следующее делать. Мне хотелось, чтобы это приносило какую-то пользу. И таким образом, так сложились обстоятельства, что мы данную технологию смогли применить на картонно-рубероидном заводе рязанском. Там работает наша машина до сих пор, которая измеряет рубероид и позволяет им очень сильно снижать издержки, связанные с браком их продукции. Технология измерения, контроля и 3D-анализа объектов сложной формы в условиях производства, разработанная Максимом Шадрином, оказалась невероятно востребована. Сначала Максим со своей командой работал только в Рязанском регионе, затем перешел на соседний, продолжая внедрять различные ноу-хау и патентовать новые технологии. Следующий этап – производство высококачественного твердосплавного инструмента для промышленных предприятий. И сейчас мы делаем очень широкую номенклатуру, работаем с гособоронзаказом, в том числе на промышленные предприятия. Инструментам очень довольны. И, что самое главное, мы довели технологию, ну, очень существенно увеличили скорость. Если вот вначале такая фреза делалась примерно больше часа, то сейчас мы ее делаем за 11 минут. Представляете, да, как снижается себестоимость. Сейчас мы хотим делать сам вот эту заготовку, да, вот эту круглую у себя. То есть у нас новый бизнес-план на миллиард рублей. После статьи Forbes нашелся и инвестор, готовый вкладывать в разработки Максима свои деньги. Но, несмотря на головокружительный успех и патенты на уникальные технологии, Максим Шадрин не собирается покидать Рязанский регион. С его точки зрения, здесь есть все условия для развития предпринимательства. Главное – ничего не бояться и действовать. Тогда результат не заставит себя ждать. Жизнь без интернета в наше время уже немыслима. Мы ежедневно черпаем из всемирной сети массу информации. В том числе и узнаем новости, как самые актуальные, так и те, о которых рассказывают совершенно случайные очевидцы, ставшие свидетелями или участниками неординарных событий. Подборку таких происшествий, произошедших в нашем городе в минувшие выходные, сделала Алена Куколева. Рязанский Минздрав не смог найти общий язык с местной скорой помощью. Чиновник регионального министерства здравоохранения избил фельдшера скорой. Информация об этом и соответствующие фотографии появились в группе ВКонтакте. Сообщается, что врачи скорой помощи приехали, чтобы помочь жене рязанского госслужащего, которая получила травму головы во время драки в кафе. В какой-то момент чиновник набросился на сотрудников скорой с кулаками, посчитав, что они неправильно лечат его жену. Отмечается, что мужчина был пьян. В итоге медикам пришлось вызвать наряд полиции. Фельдшер в результате происшествия получила разрыв мышц, ушибы и синяки. По размещенной сети интернет информации о нападении на фельдшера скорой помощи, которая оказывала медицинскую помощь женщине, получившей травму в результате драки в одном из рязанских кафе, следственным управлением Следственного комитета России Паризанской области организована и проводится доследственная проверка. В ходе данной проверки следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям нападавшего. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение. В полиции происшествие не подтвердили? Не подтвердили ее и в кафе. Информационный портал Я-62 публиковал комментарий его сотрудника. Этот чиновник и его жена с друзьями отдыхали в кафе тихо, мирно. Жена уже пришла в кафе в легком недомогании, и чуть позже ей стало плохо. Она упала и расшибла ухо. Чиновник к этому времени уже перепил, и когда приехала скорая, отталкивал фельдшера, не позволяя осмотреть его жену, уверяя, что жене уже хорошо. После фельдшеры вызвали полицию. Чиновника отвели от жены, и фельдшер осмотрел женщину. Она диагностировала сотрясение мозга. Массовое ДТП на Московском шоссе попало на видео. Авария с участием трех автомобилей на пересечении улицы Мервинской и Московского шоссе запечатлела камера видеонаблюдения. ДТП произошло в пятницу, 26 мая, около половины девятого вечера. На записи видно, как автомобиль на большой скорости, игнорируя запрещающий красный, таранит сразу несколько авто. Еще одно видео транспортного характера выложили в соцсети. На этот раз рязанцы засняли молодого цыгана, который перевозил двоих детей в строительной тачке. Подробности необычного происшествия неизвестны. Как, впрочем, и мотивы игры, которую затеял молодой человек. Но видно, что происходящее увлекло как пассажиров, так и водителей тачки. Неласковый май этого года завершается и вовсе желтым уровнем погодной опасности, который был сегодня объявлен в соседних с Москвой регионах. В понедельник Рязанская область увидела грозы и сильный ветер, порывы которого достигали 22 метров в секунду. В Дашковой песочной рядом со сквером Скобелева ветер даже повалил дерево на проезжую часть. При этом температура воздуха все же прогрелась до 22 градусов. В Дашковой песочной работе коммунальщиков мешает не только погода, но и безответственно припаркованные автомобили. Так сегодня мусоровоз, чтобы забрать мусор из бака в одном из дворов района, вплотную подъехал к такому авто. На видео видно, что расстояние между машинами буквально несколько сантиметров. Водителя габаритного мусоровоза по праву можно признать профессиональным водителем и ответственным работником. Мусор из баков был убран несмотря ни на что. А что касается хорошего и позитивного, то можно смело говорить о том, что городские каштаны пережили напасть прошлого года, когда деревья атаковала минирующая моль. Прошлым летом городские службы не раз обрабатывали каштаны, чтобы спасти эти благородные деревья. Почти все растения справились с заболеванием, и этой весной цветы в виде белых свечек уже радуют рязанцев своей красотой. Кстати, причиной заболевания поразившего деревья стали колебания температур летом 2016-го. Тогда в Дирекции по благоустройству города пообещали в новом сезоне провести профилактику, чтобы предупредить заболевание, а не бороться с ним. Завершился ежегодный месячник «Вместе против наркотиков». И по итогам его работы ведомства и структуры провели круглый стол, где обсудили важность совместной работы в сфере противодействия незаконному обороту наркотических веществ. В апреле и мае 2017 года в Рязанской области проходит антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков». В борьбе с наркотиками особое внимание уделяется ведомствами в течение года, но в рамках месячника акцентируется внимание именно на взаимодействии и единении сил. Работу проводят в семьях, на производствах, в школах и колледжах. В рамках ежегодного месячника против наркотиков УМВД России в Рязанской области проводило различные мероприятия. И в ходе этих мероприятий было выявлено более 100 преступлений наркотической направленности. Из незаконного оборота было изъято более 6 килограмм наркотических веществ. Если подразделять их, то более 3 килограмм это синтетические наркотики. Также проводились различные брифинги и беседы с учениками, с родителями, также на тему наркомании. Структуры и ведомства, ведущие работу по противодействию распространению наркотиков, не устают обращаться к рязанцам с призывом не оставаться в стороне и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков в региональное УМВД и прокуратуру по телефону доверия УМВД России по Рязанской области 216307 и по телефону доверия прокуратуры Рязанской области 255297, а также на сайт УМВД России по Рязанской области в раздел «Для граждан» под раздел «Прием сообщений». Тревожная обстановка в мире заставляет задумываться о безопасности каждый день, но для некоторых это становится своеобразной игрой. Сообщения о вызове скорой, полиции, пожарных или МЧС из хулиганских побуждений становятся регулярными. Как карается ложный вызов специализированных служб? Смотрите в следующем материале. Сообщения о заложенной бомбе могут поступать разными способами. Телефонный звонок, записка или даже устная передача. Смысл всегда один. Она где-то есть и может сработать. Правда, чаще всего информация о заложенных бомбах ложная. В школьные годы многие это проходили. Звучала сирена и учеников ровными рядами выводили на улицу, освобождая от оставшихся уроков. Вердикт сотрудников правопорядка, прибывших на место, почти всегда один. Никакого взрывного устройства на месте нет. Притча о пастухе, кричавшем без повода волки, тут не срабатывает. На такие вызовы службы обязаны полноценно реагировать, хоть сто раз в сутки. К сожалению, простота совершения преступления будоражит воображение школьников и студентов. Тем не менее, следует разделять бдительность граждан и откровенное хулиганство, только мешающее безопасности. Главная форма борьбы с такими телефонными звонками – закон. По 207 статье, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинение имущественного ущерба и иных общественно важных последствий, наказывается исправительными работами от года до двух или лишением свободы на срок до трех лет. Кроме того, виновному придется возместить ущерб в несколько сотен тысяч рублей за ложный вызов оперативных служб. По информации из открытых источников, за май текущего года во всей России уже вынесено пять судебных решений по 207 статье. Так что такое безобидное, по мнению злоумышленников, хулиганство может привести к очень серьезным последствиям. Мало того, что их настигнет тяжелая рука закона, но и обычным людям их деяния доставит массу неудобств. Юные «Рязанки» попали в национальный отбор детского Евровидения 2017. Сейчас группа «Кудри» готовится к выступлению в Артеке, которое произойдет от 3 июня. Пообщалась с юными дарованиями Галина Ершова. Мальчишка, мне понять, что у девчонок на голове. Е-е-е-е. Мысли перед забудоменцем. Мальчишка, мне узнать, что у девчонок на голове. Яркие и зажигательные в свои 12 лет они уже профессионалы. Группа «Кудри» из детского музыкального театра «Созвездие добра» с одноименной песней стали участницами национального конкурса «Детское Евровидение». В этом году на него было подано более 500 заявок. 75 коллективов вышли в полуфинал. А в финальных прослушиваниях примут участие 20 исполнителей из разных регионов России, в том числе и рязанские певицы. Выступать на сцене девушки привыкли. Редкое городское мероприятие проходит без их участия. Всегда приглашают в наш театр работать, потому что это практика. Когда дети привыкают петь в хорошей обстановке, на хороших площадках. Вот он и опыт. Группа «Кудри» состоит из четырех очаровательных девушек. Александра Харламова, Софьи Лопуховой, Ангелины Грязевой и Марии Жуковой. 26 мая открылось зрительское онлайн-голосование за лучшего финалиста национального отбора. А 3 июня группа выступит перед авторитетным жюри в Артеке. По совокупности мнений, экспертов и зрителей, определится участник от России. И, возможно, именно наши девушки станут лучшими молодыми певицами. И представят нашу страну в ноябре в Грузии в финале 15-го ежегодного конкурса «Детское Евровидение-2017». Хороших вам песен, хороших вам авторов. Ну и, конечно, впереди побед. Я думаю, что самые большие победы у вас еще впереди. И на этом наш выпуск завершен. Смотрите нас также на сайте город62.тв. И хорошего вам продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры создавал DimaTorzok